Здравствуйте! Представляю открытый конкурс среди образовательных организаций высшего образования «Здоровый университет». Конкурс организован Ассоциацией «Здоровые города, районные поселки», Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования Московский государственный технический университет имени Баумана, Национальный исследовательский университет и Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики». Участие в конкурсе на добровольной основе могут принять участие Образовательные организации высшего образования Российской Федерации, а также Международные образовательные организации высшего образования. Какая цель у конкурса? Это выявить, изучить и дальше популяризировать эффективный опыт деятельности этих образовательных организаций высшего образования по пропаганде ценностей здорового образа жизни среди студентов, среди обучающихся, а также выявить опыт вузов по профилактике наркомании и противодействию идеологии экстремизма и терроризма. Какие задачи преследует этот конкурс? Первое – это, естественно, формирование условий для здорового образа жизни всех участников образовательных отношений или образовательного процесса. Как внедряются в вузах здоровье сберегающие, здоровье формирующие технологии, в том числе цифровые. Далее – посмотреть, как совершенствуется сама здоровье сберегающая среда, как она делается безопасно. У каждого вуза есть свой опыт, есть что показать. Создание и реализация инновационных программ и проектов, направленных на пропаганду ценностей здорового образа жизни среди участников образовательных отношений, а также повышение качества развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Кроме того, одной из задач конкурса является соревновательная деятельность среди вузов в данной теме по данной проблеме. Конкурс представлял из трех номинаций. Вы можете подать заявку на одну номинацию, можете на две, можете хоть в всех трех номинациях принять участие. Первая номинация – это «Эффективная система вовлечения обучающихся и сотрудников в здоровый образ жизни». Вторая – это «Разработка практик популяризации здорового образа жизни в вузах». И третья номинация – это «Продвижение ценностей здорового образа жизни через социальные сети». Какие конкурсные материалы в номинации «Эффективная система вовлечения обучающихся и сотрудников в здоровый образ жизни» должны быть – это комплексная программа, которая есть в любом вузе. Комплексная программа деятельности вуза по внедрению вот этих здоровье-сберегающих и здоровье-формирующих технологий, реализации инклюзивного образования, как ведется пропаганда ценностей здорового образа жизни, то есть все, что включено в эту комплексную программу. Также должна быть указана актуальность темы, цель, задачи и ожидаемые результаты, которые вуз планирует от внедрения этой деятельности. Методические материалы, если они есть, публикации по теме конкурса, ссылки на те ресурсы, где вся информация размещается в информационной коммуникационной сети интернет. Также можно включить приложения, в которых более подробно раскрыть ту или иную технологию. Если есть план работы вуза по профилактике наркомании, он обязательно должен быть включен. Если есть программа по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, тоже ее включают. В каждой программе, в каждом плане есть свои особенности. Их нужно раскрыть более подробно и показать, чтобы они имели в соревновательной части более выгодное положение. Кроме того, представляются видеоролики, флеш-анимации, иные фото, видео, мультимедийные материалы, представляющие деятельность вуза под данной теме конкурса или данной номинации. И обязательно нужно иметь итоговый презентационный видеоролик о деятельности вуза в данной номинации. То есть ролик небольшой, 15-20 секунд. Представьте, что этот ролик будет показан в итоге победителя. Если вы займете какое-то призовое место или станете победителем, этот видеоролик будет показан на церемонии награждения. Номинация «Разработка практик популяризации здорового образа жизни в вузах». Что должно быть? Первое – это программы деятельности вуза по внедрению здоровоизберегающих и оздоровительных технологий. Актуальность, цель, задачи, ожидаемые результаты, как и везде. Перечень этих мероприятий, которые сюда входят. Количественные и качественные показатели и приложения. Возможные практики популяризации здорового образа жизни среди сотрудников и студентов. Итоговый презентационный ролик, так же, как и в первой номинации. И третья номинация – то же самое, но здесь несколько особенностей. Номинация звучит как «Продвижение ценностей здорового образа жизни через социальные сети». Поэтому нам желательно посмотреть, как вуз организует успешно свою деятельность, демонстрируя в социальных сетях. Потому что часто бывает так, что вуз хорошо работает, но о нем никто не знает. Поэтому нам бы хотелось посмотреть лучший опыт этих практик, как медийные лица, которые отвечают за медийное пространство, могут эффективно влиять на формирование соответствующего мнения о данном вузе. Тоже сюда презентационный видеоролик о деятельности вуза в данной сфере обязательно включить. Конкурсные материалы должны содержать следующие структурные элементы. Это сама работа, как она представлена. Титульный лист. Посмотрите приложение номер 2 из положения конкурса. Далее эссе или, как мы говорим, аннотация конкурсных материалов для дальнейшей публикации в итоговом сборнике. Мы планируем сделать итоговый сборник победителей и наиболее интересных конкурсных материалов. Далее полное содержание, описание всех конкурсных материалов и перечень используемых видео-аудио продукции. Также должны быть все ссылки на те ресурсы в социальной сети интернет, информационно-коммуникационной сети, в социальных сетях, где эти материалы можно посмотреть. Кроме того, часто используют приложения, потому что сам материал все не может обобщить. А приложения более емко описывают те или иные технологии. Презентация или видеоролик. И итоговый презентационный видеоролик о деятельности вузов в представленном вузе номинации. Конкурс проводится в два этапа. Очень важно знать. Первый этап, это самый основной, с 1 октября по 12 ноября включительно. В этот период времени вузы формируют конкурсные материалы и направляют их для регистрации в отборочную комиссию, которую я возглавляю. Миронов Алексей Сергеевич. Я директор учебно-методического центра здоровья и заберегающей технологии профилактики наркомании Московского государства Технического университета имени Баумана. В этом году мы бумажный вариант конкурсных материалов исключили из перечня необходимых документов, так как достаточно электронной версии. Но электронной версии должны быть сканы документов, которые заверены руководством. И второй этап, он начинается с 13 ноября, то есть когда к нам на электронные ресурсы поступят все материалы, конкурсная комиссия начинает работать. По 6 декабря. По всем вопросам обращаться к координаторам конкурса. Это Худышева Мадина Крухманова и Пятибратова Инна Викторовна. Телефон вы видите 499, код 263-67-68. Могу сказать, что каждое награждение победителей, призеров, проходит в Совете Федерации. Организует лично заместитель председателя Совета Федерации Карелова Галина Николаевна. Также участвуют все представители руководства вузов, волонтеры медики и губернатор Вологодской области лично присутствуют. Поэтому церемония награждения всегда проходит очень интересно. Дальше обязательно фотографии всех победителей, которые размещаются на интернет-ресурсах всех организаторов и Совета Федерации. Перед вами контакты Организационного комитета конкурса по приему и оценке материала.